Друг и соратник Игоря Стрелкова-Гиркина, известный российский писатель и блогер Максим Калашников съездил на подконтрольную России часть Донбасса и опубликовал неожиданно честный и объективный репортаж о том, как сегодня живут эти территории под властью русского мира. Калашников показал разрушенные поселки Луганской области, где боевые действия закончились год назад. По его словам, сегодня эти поселки почти полностью разрушены, в них почти не осталось жителей, а те, что остались, живут без электричества, газа, воды, в руинах разбитых домов. И самое интересное, Калашников признал, что российская армия устроила на Донбассе настоящий апокалипсис и заявил, что война не имеет смысла, потому что Россия не освобождает Донбасс, а просто превращает его в руины, непригодные для жизни. Нельзя вести так военную кампанию. Будете получать в качестве освобожденной территории, так называемой, выжженную землю. Ну, наверное, так же выглядит Мариуполь, попластная, которая подверглась страшным разрушениям. И Грозный 95-го и 2000-го годов, вот та же, та же, та же картина запустения вот этого страшного, страшного вот этого колестица Джиггернаута, прошедшейся по вот этим жилищам, политским судебам. Вот здесь, в Тошковке, было 4 тысячи жителей, сейчас 170. Из них 60 вообще не имеют никаких средств существования. Ну, потому что они либо, так сказать, работы нет, потому что здесь единственную шахту разбили. Удивительно, но вот в одном из этих домов, в Тошковке, вот в этом полуруине, оказывается, живет семья Эдуардов, не стал называть ее, фамилию, шахтера бывшего. Ну, шахта тут же, разрушенная за домами. Наши наступая применяли солнцепеки, соответственно. Вот. Жгли, очень, сжигалось очень много, 7 домов осталось, только не пострадало. Зачастую больше боятся не украинскую артиллерию, а свою, потому что она бьет, куда попало, только не по адресу. Створы изношены, есть разброс снарядов, попадали по домам, посмотрите, что с ними случилось в домах, а в домах были люди, они там прятались, мы уходили, а кто-то, может быть, оставался. А вот если бы были ударные беспилотники, о которых мы говорили уже много-много лет, и на которые не обращали внимания российские генералы, вот эти беспилотники ударные могли бы выковывать, вот там просто поразить эти САУ или танки, не разрушая домов. Ну, а тут случилось то, что случилось. Что же было после? Пришли наши, нет, это не мой РФ, это все-таки народные корпуса. Черт, началось, тащили всю бытовую технику. И даже сейчас, вот, собственно говоря, жители жалуются, и сейчас стараются, чтобы дома кто-то оставался, в этих остатках домов, иначе всего лишишься. Вот люди здесь говорят, вы нас освободили, некто, я слышал тоже такое. От чего вы нас освободили? От наших домов, от наших зарплат, от нашей жизни. И самое интересное, сейчас жители действительно ходят, просят ту власть, надо восстанавливать, дайте, нужно дать им воду, свет. Отвечают, заминированы, мы ничего не можем делать, а на разминирование нет сил. Значит, нет разминирования, нет восстановления. И представляете, в каком одушке живут люди? Вы знаете, какие все-таки очень нехорошие настроения. Что же вы с нами-то делаете? Нельзя, нельзя, чтобы освобождаемая территория превращалась вот в такую зону апокалипсиса, ребята. Нельзя. Иначе грош цена всем нашим разговорам верховным о русском мире. Вести в войну в таком виде, в каком она идет сейчас, всю эту кампанию, всю эту так называемую специальную военную операцию, это путь в никуда. Это тупая позиционная бойня, которая освобождаемых людей превращает, ну не знаю, в существенные грани выживания. Мы фактически их не освобождаем, мы их наказываем. А что мы принесли с собой? Что мы будем строить взамен вот этой евроинтеграции, вот этой мандеролиберальной модели, которая существует на Украине? То есть, что? Каковы цели вообще и задачи этой войны?